Приветствую! Мы с вами сейчас находимся в центре города, в районах Амовники и Арбат, по которому проходит Глазовский переулок. Проходит он от плотникового переулка до Смоленского бульвара, а это часть Садового кольца. И, соответственно, по нему организовано двухстороннее движение автомобильного транспорта по одной полосе в каждом направлении, а длина этого переулка составляет около 300 метров. Ну, то есть небольшой переулок. В 18 веке он назывался Несвитский и Струков переулок. Ну, по местам, соответственно, дом владельца того времени, наверное, в 17 века, скорее всего, в котором здесь жили, соответственно, один насел фамилия Несвитский, а второй Струков. Ну, а в 19 веке он уже получил современное название переулок по чести генерала-майора Петра Глазова, который тоже, опять же, владел здесь одним из участков в этом переулке. Ну, где он находился, сейчас сказать сложно. В 1660-м, в 1694-м годах, в советское время уже, ближе к концу советского времени, ну, и некоторые уже постсоветское время, этот переулок назвал название улицы Луначарского в честь революционера, первого советского наркома просвещения, Анатолия Луначарского, который жил в 1775-м, в 1333-м годах, и он как раз жил в одном из домов, где сейчас находится его, соответственно, в мемориальном музее-кабинет, это дом номер пять. Вот. Ну, соответственно, потом он уехал в Италию и там, в общем, умер. Ну, а потом его похоронили в Кремлевской семье. Что здесь находят? Здесь, собственно, находится, ну, в основном офисном здании, соответственно, начинается этот переулок слева, бизнес-центр, под номером один трехэтажное здание, старые постройки, далее, соответственно, идет семиэтажный жилой дом 2012-го года постройки, вот, но, соответственно, он угловой, но в углу находится с денежным переулком, вот, и, соответственно, с правой стороны у нас этот переулк открывает клубный дом плотников трехэтажный, который числится по плотниковому переулку, а далее, соответственно, идет офисное здание под номером 2А двухэтажное, вот, с трехэтажным выступом середины, наверху здания, над вторым этажом, посередине, находится небольшое такое разрешение, выставка, вот, и дальше идет у нас здание информационного центра ООО в Москве, организации объединенных наций, под номером 458, здание 305-го года, это была бывшая усадьба Николая и Петра Павловых, вот, фабрикантов двухэтажное здание с куполом, и, интересно, та же керамическая плитка, а также эркеры на фасадах этого здания, ну, а миссия ООН находится в советском языке, в 963-го года, и далее, за этим зданием находится временный филиал детской музыкальной школы имени Гриера, под номером 4-е четырехэтажное здание 19-го века, это бывшая усадьба была, ну, а потом было посольство Габона, ну, и, соответственно, сейчас какое-то время, ну, то есть, ему тут находится школа Гриера. с 363 года, как я понимаю. А может быть, даже несколько попозже, наверное. Ну, дальше этот период притекает денежный период, который проходит перпендикулярно и справа и слева. И далее у нас, соответственно, идет пятиэтажное здание под номером 5. Вот это единственный жилой дом на этой улице. И с 310 года постройки. И как раз именно в этом доме в 1323-1333 году жил как раз вот этот нарком просвещения Анатолий Луночарский. Вот, соответственно, здесь как раз находится мемориальный музей-кабинет Анатолия Луночарского, который был в 1665 году. Но, правда, сейчас он закрыт на реконструкции. Так что, пустить его пока не важно. Когда он откроется, сказать не надо. Дальше идет офисное здание под номером 7. С 3 этажа начала 20 века. Вот, ну, несколько напоминает внешние венецианские и кратические, соответственно, архитектуры. Вот, чуть-чуть. Ну, и, соответственно, еще заканчивает этот переулок. Слева офисное здание под номером 9, двухэтажное. Но сейчас оно находится на реконструкции. Оно находится несколько в глубине участка, глубине квартала. Ну, а по правой стороне задержанный переулком находится представитель Соколожской области в Москве. Под номером 8 двухэтажное здание в 1899 году, построенное в теле модерн. Это бывший дом фабриканта Отто Листа. Ну, а затем он лежал на талии Кусневицкой. По какое-то время здесь находилось посольство Аргентин. Ну, и дальше еще идет второй жилой дом по этому переулку. На сей раз четырехэтажный жилой дом. По номерам 10 и тоже начало 20 века. То есть тут все вот вошло дома. И оба дома начала 20 века. Ну, кто бы уже жил на частке пятиэтажном, но это просто обычный дом старый. Ну, и заканчивается переулка в правую офисную, соответственно, двухэтажную дому. По номерам 10. Ну, интересно, это все переулок. В принципе, все здания старые, достаточно интересные. Не похожи друг на друга. Интересные истории некоторые здания. Так что, думаю, посетить будет не лишним этот переулок. И, в принципе, дойти до него не очень сложно. Это Петро-Смоленская. Соответственно, дальше через как раз Смоленский бульвар. Там подстегаем улицу Арбата. Она как раз отходит от Смоленского бульвара. И дальше чуть-чуть уже проходим. И дальше налево поворачиваем. И как раз уже есть конец этого переулка. Ну, и он совсем небольшой. Легко дойти до начала. Ну, естественно, вообще, сразу по самому переулку не проезжают. Такие маленькие переулки, конечно. Конечно, автобусы не ездят. Только пешком. Ну, а так, конечно, в принципе, для отдыха он не очень приводен. Только познавательных целей. Потому что никаких зеленых зон здесь нет. Полностью растительность практически отсутствует здесь. Одни машины, тротуар и каменные здания. Приятных прогулок. И до новых встреч в улице Москвы. Продолжение следует... Продолжение следует...